Это был абсолютно точный срез и скол советской власти, точный срез и скол советского общества, в котором не было Мерседесов, были лентлизинговые студобеккеры, которые американцы дали с тем, чтобы мы до Берлина доехали вместо них. А ценности были вот такие. Мы сами изобретали эти ценности и сами ими жили. И сами умирали от того, если эти ценности у нас отбирали или нас обманывали, у нас их крали, нам не давали ими пользоваться. И еще раз я повторяю, это волшебный мир отрочества, когда все на белом свете вдруг проясняется, как будто бы, вот когда в старое мокрым способом проявляли фотокарточки, еще не на цифре, а в ванночках проявляли. И дали только один издумание. И вдруг он проявлялся, проявлялся, проявлялся. И если это был талантливый фотограф, то на этом листе проявлялся абсолютно гениальный белый свет из ничего. И в этом был главный закон отрочества. Он и есть до сих пор, несмотря на то, что проявляем мы теперь на цифре. Он такой. Должен явиться мир в эти годы. Если он явился, то дальше ты же живешь в этом мире. Если он не явился, дальше ты до смерти волохаешься с белым листом бумаги, на котором что-то должно было появиться, ничего не проявилось. Потом в него кто-то плюнул, потом его засветили, потом в нем чего-то такое. И вот такая крапленая дрянь к концу жизни, значит, с тобой ходит. Или вот этот проявленный великий белый свет. И я сразу, просто сразу, я для себя решил... У меня были совершенно другие творческие планы. Абсолютно другими я делами занимался. Причем какими-то очень такими масштабными, очень такими уважаемыми. Что-то я собирался снимать такое эпическое, про Наполеона. И я вдруг понял, что я эту картину сниму во что бы то ни стало. Я очень быстро написал сценарий. Написание сценария заключалось в том, что я все-таки постарался свести, драматургически свести с концы с концами. Понять, кто кем, по кому приходится. Кто папа, кто, значит, полковник, кто жуз, и какая между ними иерархия. Вот в основном это у меня. А дальше у меня было только одно стремление. Бережнейшим образом сохранить этот восхитительный, правдивый и абсолютно романтический, и абсолютно натуралистический, и абсолютно гиперреальный мир Леховского, который, так сказать, он так здорово в своей повести записал. Я написал сценарий и сразу поднесся к тогдашнему министру кинематографии, к Филиппу Тимофеевичу Ирмашу, который ко мне очень хорошо относился. И благодаря ему я снял свои лучшие картины. И я пришел к нему, так по-товарищески дал, значит, этот сценарий. Он сказал, ну, давай позвоним мне там во вторник, оброчинаю. А что это такое? Ты же совсем другое собирался. Я людям морочил голову. Говорю, не, 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 считайте, что я ничего не собирался. Я вот это хочу ставить. Во вторник я ему позвонил, он сказал, я говорю, когда к вам зайти? Он говорит, а что ко мне заходить? Ты принес какой-то бред собачий. Что это такое? Что кто ты? Никто тебе этого не даст ни снимать, ни ставить. Что ты дурака валяешь? Я говорю, как дурака валяю? У тебя, говорят, были прекрасные темы, какие-то классические, какие-то величественные, какие-то... Это вообще какая-то... Что это такое? Что это за какие-то фальшивые полковники? Мы только что выиграли Великую войну, что больше неумания, души нету, как голубей гонять. Какая-то... Это картина о придурках, которые, так сказать, выиграв Величественную войну, Великую войну, значит, вот ничего другого не способны, как под фальшивыми именами и кликухами гонять голубей. Я говорю, Филипп, это не так. Я вам расскажу. Не надо мне ничего рассказывать. Пока я здесь, вот на этом стуле сижу, не будешь ты этого снимать. И это было настолько дико, потому что, еще раз говорю, что он ко мне очень хорошо относился. Вот. И... Я даже не знал, как на это дело реагировать. Я позвонил Риховскому, с которым познакомился. Говорю, вот, понимаешь, все вот хотели как лучше, хотели снять картину, но не будет, потому что если уже Филипп уперся, он уже уперся навсегда, с этим ничего нельзя сделать. Риховский, не будучи абсолютно не в курсе наших всех интриг и всего прочего, сказал, что, ну а что, уже ничего нельзя, вообще ничего невозможно. Нет ничего невозможно. Ну, а слушай, а может быть, поедем мы? Давай в Алма-Ату хоть съездим. В Алма-Ате вот мой товарищ, мой сокурсник, Алжас Сулейменов, он сейчас министр кинематографии. Может, мы ему дадим почитать сценарий, может, он чего-нибудь... Тогда была Алма-Ата, Казахстан был, значит, нормальной, Советская Республика, и находился в прямом ведомственном подчинении в Москве. Никаких разговоров не было. Я говорю, ну поедем просто, познакомимся с... Я взял сценарий, мы поехали, прочитал Сулейменов сценарий, говорит, слушай, замечательная история, замечательная, но я, чем могу помочь? Я ничем не могу помочь. Понимаешь, у меня вот там есть там три единицы, но все они проходят через Ермаша. И вдруг Сулеймен говорит, а вождет, у меня есть еще одна единица, которую я могу запустить, и которую не нужно нигде утверждать. Но она на казахском языке. Ее нужно снимать на казахском языке. Я говорю, ну и что? Он говорит, что ты будешь снимать на казахском языке? Я говорю, буду. На казахском языке? Буду. И что, вот здесь, вот в этом самом Алма-Ате? Буду. Таким образом, я с удивлением для себя оказался в городе Алма-Ате, значит, занимающемся, значит, переводом режиссерского сценария на казахский язык. С тем, что на казахском языке уже, поговорить на съемки, значит, режиссировать на казахском языке. И мы, значит, стали все это снимать на казахском языке. На казахском языке, значит, втихаря от Ермаша, потому что, значит, узнал бы, убил бы, вот, а еще и как человек к каждому хорошо относился. Но, тем не менее, мне удалось собрать очень хорошую группу. Я позвал оператора Клименко, выдающегося, просто выдающегося, потрясающего, потрясающего оператора, который тогда только-только начинал. Я позвал выдающегося, грандиозного художника Марксена Яхтига, Гахман Свердлова, который сделал, который построил своими руками, нашел, построил, воссоздал этот восхитительный мир послевоенной нищеты и роскоши, понимаете, и духовной роскоши. Вы знаете, я помню, что мы начали снимать, это, с одной стороны, у меня было состояние дикости, что я снимаю все это на казахском языке, а на другой стороне, у меня не покидало ощущение какой-то счастья, того, что я, как бы, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от всех ушел, в каком-то казахстане, на казахском языке снимаю какую-то картину, которая нравится только мне, и больше никому. У меня было ужасно хорошее ощущение. И я даже вам честно скажу, там было жарко, снимали в страшную жару, поэтому старались снимать только ночью, ночью и на рассвете. Днем прятались по домам, значит, и я помню, там меня мой приятель, значит, который играл одного из голубятников, научил процедуре, которую до сих пор иногда применяю, но в самых крайних случаях. А там постоянно наливалось водой, ледяной водой из-под крана, ванная. И просто, значит, среди разговора, там, до десятой минуты, нужно было встать, пойти и плюхнуться в ванную. Просто там, в эту ледяную встать, слить воду, наливать в новую ванную. И так через каждые 15-20 минут. Немыслимая, сумасшедшая жара. Ночью, значит, странные эти самые ночи, в которые мы снимали. Вот. Еще в одну из ночей, действительно, мы видели, как взлетел космический корабль, я помню, где-то рядом с Байконуром мы снимали, и он взлетел, и мы видели этот лед космического корабля. Все было как-то зыбко, странно, непонятно. Замечательные актеры, замечательные. И мальчик этот, которого я нашел, без всяких мук, прямо у киностудии. Я вышел из киностудии, а он куда-то идет, там яблоко жует. Никаких великих мук не было. Прямо у киностудии. Он шел куда-то. Значит, прекраснейший, выдающийся актер Любомир Ишлауцявичус, который играл отца, грандиознейший актер, Люся Савельева, Сливников, который играл полковника, вот недавно погибший, погибший, замечательнейший, удающийся актер. Все было настолько прекрасно, что я лучшего и желать себя не мог. И вдруг на какой-то из дней, это мы бы сняли, по-моему, третья картина или четверть картины, приходит телеграмма от Ермаша. Ужас у меня обуял, что мне сначала дали цикветочек, что правительственное, и от Ермаша же бы я расписался, а потом он текст прочитал. Вот. И я, значит, разорвал дрожащими руками телеграмму открыл, и там было написано «Срочно переходи на русский язык!» Ермаша. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!